Здравствуйте, дорогие мамы! Ну что ж, продолжаем с вами разбираться с гармоничным развитием ребенка. И сегодня я хочу затронуть очень важную тему сенсорного развития. Пять органов чувств – это ключ к раскрытию потенциала вашего ребенка. Естественно, от того, насколько развиты эти органы чувств, будет зависеть, как ваш ребенок будет в дальнейшем обучаться, воспринимать информацию извне. Органы чувств – это те методы, по которым мы получаем информацию о нашем мире. Это слух, это зрение, это ощущение, осязание, вкус и так далее. Соответственно, если мы их развиваем хорошо и качественно, то ребенку будет легко, потому что каналы восприятия информации будут чисты. Основные каналы, по которым мы получаем информацию – это наше зрение, потому что мы читаем очень много, и наш слух, благодаря которому мы слышим какую-либо информацию. Соответственно, от того, насколько они развиты, будет зависеть то, насколько ребенку будет легко учиться в дальнейшем. В школе, в институте, в принципе, в дальнейшем, в работе воспринимать информацию. Все это связано напрямую с тем, как потом мозг будет обрабатывать информацию, поэтому действительно тут важно еще, как развивается подвижность ребенка. И я расскажу вам на тренинге более детально о подвижности и о том, как развивается мозг малыша. Но что вы должны понимать? Когда мы развиваем органы чувств, это дает возможность ребенку легче, быстрее и качественнее воспринимать всю информацию. Помните, что физическое, умственное и эмоциональное развитие зависит от сенсорного развития. Естественно, все это очень серьезно взаимосвязано в нашем организме. И когда мы развиваем баланс, то есть вестибулярный аппарат, который находится в нашем ушке, у ребенка параллельно с этим развиваются все органы чувств, потому что все это взаимосвязано очень серьезно. Они находятся рядом. Если вы знаете, что такое вестибулярный аппарат, это как улиточка маленькая в нашем ушке. При развитии вестибулярного аппарата все остальные органы чувств тоже попадают под это действие. Развитие вестибулярного аппарата на 25-35% увеличивает мозг в объеме, когда он развивается и растет. Соответственно, это такой приятный бонус к развитию мозга нашего малыша, который мы можем использовать, конечно же. Хорошо развитая способность сенсорной обработки помогает и социальному развитию ребенка, социальной адаптации в коллективе и общению, коммуникации, развитию физических возможностей ребенка, развитию эмоционального состояния малыша. Потому что даже передавая малышу свою любовь через прикосновения, массажи, объятия, поцелуи, ребенок учится воспринимать все, что происходит вокруг. У него есть несколько каналов, по которым он может понять, что мы его любим. Когда мы его обнимаем, когда мы ему поем какие-то песенки, нашептываем и рассказываем, насколько этот ребенок нам важен. Обязательно для этого нужны самонастрои вечерние. Я расскажу тоже более детально, как их организовывать и как вечером давать ребенку возможность наполнять сосуд своей любви, который он чувствует от нас к себе, для того, чтобы не было плохого поведения. Потому что у каждого ребенка есть необходимая норма вашей любви, не получая которую он начинает вести себя плохо, чтобы своим поведением привлекать ваше внимание. Поэтому, когда ваш ребенок ведет себя плохо, в первую очередь вы должны разобраться с тем, хватает ли ему вашей любви, вашего тепла, качественного времени. Эмоциональная связь с ним у вас есть. Потому что воспитывать ребенка и заставлять его слушаться, если у вас нет с ним связи, очень сложно. Дети себя ведут плохо, капризничают, бунтуют, проявляют негативные эмоции в том случае, если нет связи, если они добиваются того, чтобы вы обратили на них внимание. Если вы не договариваетесь с ними, вы просто пытаетесь их давить, если они не чувствуют, что вы уважаете их. Это все очень серьезно связано с тем, как они себя ведут. Естественно, эмоциональное развитие тоже играет огромную роль. Разберемся с этим более детально на тренинге. Ну а что касается сенсорной обработки информации, это невероятно важная вещь. Потому что вот даже наш учитель Сузуки, есть методика Сузуки, по которой дети учатся играть на скрипке, начиная с двухлетнего возраста. Это метод воспитания таланта, когда мы через свой личный опыт, через свое вдохновение вовлекаем детей в те виды деятельности, которые интересны нам. И вы знаете, таким методом можно приучить ребенка практически к любому делу. Тоже расскажу об этом более детально. Вот учителя, которые учат детей, да, игре на скрипке, которые развивают тонкий музыкальный слух, они говорят о том, что 80% людей, они слушают какую-то информацию, но они не слышат. Они не могут четко различать определенные интонации определенного языка. Им сложнее изучать иностранный язык. Если вы хотите, чтобы ребенку было просто изучать иностранный язык, нужно в том числе развивать его слух. Потому что на слух он может четко понимать, как произносится это слово или другое слово. Вы замечали, что некоторым людям очень сложно учить иностранный язык? Они плохо слышат и плохо повторяют конкретные слова. А некоторые люди ловят это на лету. Есть очень важные вещи, о которых вам нужно знать, да, и я буду тоже об этом рассказывать непосредственно на тренинге. Но сенсорная интеграция и сенсорная обработка информации играют огромную роль. Мы можем легко организовать нашим детям веселые, интересные игровые занятия для того, чтобы они это все делали. Вы знаете, организовывая правильно процесс развития ребенка, вы фактически переходите в состояние действительно философии гармоничного развития и легкого материнства. Потому что организовывая, увлекая ваших детей интересными вещами, они становятся более самостоятельными. Увлеченный ребенок реже капризничает, реже плачет, реже требует вашего внимания, если вы даете все, что ему нужно в плане эмоциональной связи. Если вы подкидываете ему периодически какие-то идеи, о чем бы то мог заниматься. Если у него есть выход физической энергии, с которой ребенок каждое утро просыпается, иногда они себя ведут плохо, и мы пытаемся задавить эту энергию, мы пытаемся с ними ссориться, на них давить, на них влиять. Ну и получается очень много негативных моментов. То есть ребенок должен иметь выход вот этой негативной энергии для того, чтобы ему было легко заниматься следующим занятием. Если вы не можете организовать своего ребенка, он не хочет заниматься, не слышит, что нужно делать, у него нет возможности по маленьким, коротким блокам привыкать к каким-то занятиям, и не путайте здесь интеллектуальное развитие, да, когда мы пытаемся дать ребенку буквы, цифры, знания сухие, которые, ну, в данный момент ему менее актуальны. Если очень хочется, можете делать маленькие пятиминутные подходы к занятиям, но нельзя в этом переусердствовать, потому что в данный момент не это самое главное. У дошкольников основная деятельность это игровая, у ребенка дошкольного основная задача это отработать физические навыки, потому что когда он придет в школу, да, он будет готов к тому, чтобы обучаться в том случае, если он сможет отработать подводную часть айсберга, о которой я тоже буду детально вам рассказывать на тренинге, но сейчас вы кратко можете посмотреть, о чем идет речь, да, на этом айсберге вы четко видите, что легкое, успешное обучение возможно только в той ситуации, у своего ребенка хорошо отработана подводная часть айсберга, а это как раз та самая физиология, о которой я вам говорила немножечко раньше. Физиология это те знания, которые у вас должны быть, когда и что развивается максимально эффективно, и зная это, естественно, вы не упускаете время, и вы не занимаетесь теми делами, которые не нужны, потому что очень много родителей что-то делают каждый день, нужно развивать, нужно куда-то бежать, спешить, а делаете вы иногда совсем не то, что нужно в этот период времени, получается результат ноль, а если вы слишком усердствуете, даете интеллектуальное знание, пытаясь передавить ребенка, результат может получаться даже негативный, потому что ребенок не захочет потом учиться этим интеллектуальным знаниям, то есть важно правильно понимать, когда и что нужно давать ребенку, а не просто давать ребенку все подряд, потому что надо быстрее и надо вот как-то дать как можно больше. Разберемся с вами на тренинге со всеми этими моментами, развивайте сенсорные возможности вашего ребенка, я еще буду очень детально об этом говорить во второй день тренинга, и рассказывать о чем идет речь и от каких шести навыков зависит успешность ребенка в дальнейшем. Я думаю, что вы понимаете, что не только от интеллектуального развития зависит успех человека в будущем, можно быть очень интеллектуально развитым, но при этом не будет, например, самостоятельности, уверенности, умения идти к своей цели, не будет умения презентовать себя или не будет еще каких-то нужных и важных моментов, поэтому все нужно смотреть только в комплексе, чем мы будем заниматься с вами на тренинге уже очень-очень скоро. С вами была Елена Антонек, на сегодня все, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok